Доброе утро, девочки мои! У меня сегодня с утра уже окна нараспашку. На улице тепло. Сейчас плюс 17. Ночью было плюс 14. Представляете, какая теплая. Батареи у меня уже отключены несколько дней. Вчера днём было 24. Сегодня где-то так же, наверное, будет. Так, что-то там шумит внизу. Ой, короче говоря, классно. Сегодня, вообще, вчера облачно было. Сегодня небо ясное. Солнышко уже выглянуло, уже светит. И вообще птички поют. Классная погода. Наверное, сегодня окно как раз я и помою. С добрым утром мой цветочек. Надо его немножечко сейчас умыть. Я уже умылась. Цветочек освежим. Вот так. Такая пшикалка у меня. И классно. Всё. Вообще уже, девочки, чувствуется приближение лета. Вот у нас, по крайней мере, это уже такая температура. 24 днём вчера было. Это ж вообще... Хотя все ещё как-то в каких-то курточках. Но это такая комнатная температура. Классная. Вот. Сегодня тоже где-то так же. 23-24, по-моему. В общем, сегодня солнечно ещё. Вчера более-менее как-то так пасмурно было. А сегодня прямо... Прямо лето-лето. И мне уже так и хочется окошко помыть. Хочется, чтобы оно было чистым. Ну, во-первых, потому что я вам через окно иногда снимаю, через стекло, чтобы оно было чистеньким. Ну, и потом окно будет открываться у меня. Оно у меня, в принципе, целый день открыто. Я то форточку, то окно открываю. И вот, видите, я уже в лёгком асарафане, потому что мне жарко. Ой, гайфово. Сегодня выходной, сегодня суббота. Настя у меня сегодня на тренировку не идёт. Она там на день рождения идёт. И потом после дня рождения я её заберу. Ну, ненадолго. Наташа потом с работы придёт и заберёт её. В общем, короче говоря, сегодня классный день, классная погода. И мне так и хочется что-то поделать. У меня прям руки чешутся. Но готовить мне сегодня, в общем-то, вроде ничего и не надо. У меня всё есть. Так что начну, наверное, всё-таки мыть окно. Начну, девочки, мыть изнутри, пока окна закрыты. И чуть-чуть поболтаю с вами. Сегодня же второе у нас апреля. Это ж у нас праздник теперь какой? День единства России и Белоруссии. Вот какой праздник. Ну, это мне радует, когда люди объединяются, когда люди дружат. Это хорошо. Друг другу помогать надо. Это дружба. Это классно. Вот. Короче говоря, вот так вот сейчас. Снутри помою сначала, пока водичка чистенькая. Я вот потом открою окна. Я люблю, когда весной, знаете, вот окна чистые. Откроешь, дышишь. Классно вообще. Классно. Так. Ну, все. Поехали теперь по-быстренькому. Все, девочки. Помыла я окно. Красота. Ляпота. Вот окно открыто. И прям даже совсем не чувствуется, что окно открыто. Что открыто, что закрыто. Вообще без разницы. Потому что на улице сегодня тихо. Ветра нету. Я уже шапку зимнюю постирала. Сейчас шапочки поубираю все. В общем-то, зимние вещи можно уже попрятать. Куртку только оставлю, конечно. Шапки, я думаю, уже и не понадобятся. Вот. И все. Классно. Прям через окно видно так, как будто бы стекла нет. Вот это я люблю. Вот это мне нравится. А на улице уже, девочки, 19 градусов. Видно вам. Уже тепло. Но сегодня будет жарче, чем вчера. Я думаю, потому что ветра нету. И солнце сегодня светит ярче, чем вчера. Видите мой дом? Вон. Наша речка. Решила поставить цветочек на подоконник. Окно открыто. Но на улице тепло. Сквозняка нету. Прямых лучей солнца нету. Я думаю, пусть подышит, постоит пока здесь. У окошка. Цветочек. Птичек послушает. Может быть, им цветочку будет хорошо. Классно. Смотрится хорошо так. Ну вот, девочки, вышла я на улицу. Ой, а на улице теплым. Прям комнатная температура. Я надела кофту, а под низом футболочка. Все кайфово. Вообще-то, как же температура, как в комнате. Но у меня в комнате жарче. У меня на пару градусов больше. И я уже вчера, честно говоря, не знала, что и делать. 26-27. И никак меньше не становится. Окно открыто целый день. Я уже хотела сплит включать. Так это вчера еще и солнца почти не было. Не, но сегодня сейчас оно немножко спряталось. Хорошо. Свеженький такой воздух дует. Но он теплый. Прям теплый такой летний. Хороший воздух дует. А я иду за Настей. Настя там сейчас отдыхает с детишками. Там комната для детей. Игровая. Ой. Вот так лучше. Игровая комната для детей. У них там день рождения что-то отмечают. О, цветочки-лютики. Я вам сейчас покажу. Ой, смотрите, какая красота. Видите уже, какие вот высокие повырастали кусты. Вот там вот, что это, тюльпан. А тут еще желтенькие какие-то цветочки. Вот на кустиках уже листики какие большие. Видите? А, это шиповник. Ну вот, хорошо. Вот такие вот еще есть цветочки. Фиолетовые. Ну, красиво. Мне нравится уже такое. Озеленение вырастает. Классно. А вот сейчас ветер подул. Дует низовка. Это значит с дона. С дона ветер дует. Но в окно у меня не дует. И у меня поэтому так хорошо. Там дом вообще классный. Фух. Ну, солнца нету. Это хорошо. Все. Иду потихонечку. Вышла пройтись. Подышать воздух. Прогуляться. Ну, что, посмотрим по сторонам. Вышла на проспект. Я смотрю, видите, мужики уже в футболках. И кто-то в кофточках. В общем, люди уже так одеты по-легкому. Потому что жарко. Да. Это так. Вот в пиджачке. Ну, кто-то еще пальто боится снять. Хотя в нем жарко. 25 градусов сейчас. Это же вообще тепло-тепло. Комнатная температура. Ну, а небо, видите, сейчас такое не облачное, а просто... Наверное, облачное. Как еще назвать его? Кто-то у нас резину меняет. Еще не поменяли. Хотя уже пора бы и поменять резину давно. У нас резину можно менять пораньше, чем в других регионах. Потому что у нас теплеет раньше. Вот люди еще стоят тоже в кофточках уже. Все хорошо. Нет, вот я оделась хорошо сегодня. Прямо мне не жарко и не холодно. Тепленько так. Хорошо. Классно. Так, ну че. О, небо. Видите, какое оно? Не голубое такое. Какое-то, я не знаю, солнце. Вот там вот где-то спрятано. Ну, осадков сегодня у нас не наблюдается. Вернее, не будет осадков. Не передавали. А завтра будет тепло, но будет дождик. В понедельник у нас снизится температура на один день. И потом во вторник опять поднимется. Будет тепло. Пятнадцать, семнадцать. Хорошая будет температура. Все, я пришла в джунгли-сити. Детский игровой центр. Здесь Насте как-то отмечали день рождения. Не помню, когда ей было пять лет, по-моему, здесь отмечали. И, в общем, зайдем сейчас. Я спускаюсь вниз по лестнице. Слышу дети, играют, кричат, балуются. Вон они, детишки. Вот они. Девочки, смотрите, какая красота. Вот пораспустились. Вот такие цветочки всякие. Вот на этой клумбочке, мимо которой я хожу. Желтеньких много. И беленькие, и какие-то еще других цветов. Я тоже здесь. Настя тоже здесь. Ой, смотрите, как много красивых цветочков. Вот красота. Люблю я на это все любоваться. Смотри, Настя, вон там он. Он, видишь, беленький, розовенький красивый. И вот тут вот розовенькие с беленькими. Ну классно, классно. Вообще ляпота. Настюлю забрала. Настюля прыгала там на этих всех батутах, на этих всех аттракционах. И, в общем, розовенькая. Ну хоть немножко так уже чуть-чуть в норму пришла. А то ж вообще забрала. Она такая была вся запыхавшая. Да, вон голуби. Голуби тут, как всегда, клюют. Мы с Настей решили прогуляться. Сейчас по аллеечке. Там надо мне сходить, кое-что забрать на конечной. И обратно к тому. Цветочек. Вот какой красивый. А вот поближе я вам цветочки хочу показать. У меня тоже такой же цветочек. Да, и вон там много-много их распустилось. Настюля уже скоро пойдет домой. Уже мама за ней вышла, уже идет. А я так и не сняла, и не показала. Настя сегодня самостоятельно делала вот эту картинку. Вот. Только она еще до конца не успела сделать. Осталось еще вот тут чуть-чуть. И вот тут, да? И беленькие вот эти вот. Но это ты уже сделаешь в следующий раз. Все. Я тут ничего не делала, не помогала. Настя самостоятельно делала. Вот. А что ты бантик развязываешь? Ну просто так хочется, а то будет красивее. Ну красивее не будет, если будут висеть ленточки. Ой, а что на улице делается? Девочки. Ветер разгулялся. Ну я посмотрела, это дождь. Где-то рядом уже там Батайск. Где-то рядом дождь. Но вроде бы у нас не должно быть. Но может быть чуть-чуть покапает. Как хорошо, когда чистое окошко. Все видно. Я смотрю у нас уже на деревьях, на вот этих тополях. Скоро уже повылазят сережки. Уже прям вот набухают. Небо пасмурное. В комнате даже потемнело. Ну не знаю. Вроде дождя у нас быть не должно. На улице 21 градус сейчас. Ну ничего. Все равно еще тепло. Хорошо. Ну а сейчас я с вами хочу попрощаться. Сейчас я иду на подготовку. Скоро за мной мама придет. И я уже одета. Куртку, шапку. И я пошла. Всем пока-пока. Платьица у тебя такое нарядное, красивое. Смотрите. Смотрите. Вот такое платьичко хорошенькое. Ты Настя на день рождения была в этом платьичке. Все. Куда ты с кадра ушла? Я начала. Я вас закрутила. Ладно. Все. Попрощалась? Давай. Пока-пока. Мы с Настей тут посматриваем фильм сегодня. Целый день идет на ТНТ. Это Анна Николаевна. Проект Анна Николаевна. Вот. Я сейчас громкость просто убрала и все. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Шесть часов утра. Встречаем с вами рассвет. Тишина пока. И птички щебечут. Вот как хорошо. Плюс девять градусов. Сейчас свежо. Но сегодня будет попрохладнее. Сегодня дождик обещали. Обещали дождик. Я смотрю, на том тополе уже сережки вылазят. Классно, да? Послушай птичек с утра пораньше. Еще раз доброе утро, девочки мои. Я сегодня проснулась с утра пораньше. И решила сейчас, пока все дела, пила кофе, думаю, да, сделаю пилинг. Уже пора бы его сделать. Все давно собираюсь, да никак не соберусь. Так. И с вами заодно поболтаем чуть-чуть. Я вчера Настю особо не снимала. Я когда ее забрала с дня рождения, она такая раскрасневшаяся была. Но она там, видно, вот это вот у них там почти три часа они там были. Дети. И вот эти батуты, все. Она там, наверное, напрыгалась. И прямо была вся разлохмаченная. Даже волосы влажные были. Влажные были. Короче, я не стала ее. Пока мы с ней шли, она хоть немножко проветрилась. Это я вот АБЦ, вот этот пилинг делала. Думаю, ну пусть она хоть немножко это в себя придет. Я ее потом сниму. А потом что-то мы с ней домой пришли. Ну, она мне там по дороге рассказывала, что они делали, что они там кушали. Все она мне рассказала, просто я не снимала это. Домой пришли. Она села заниматься творчеством. Телевизор включили, смотрели там. Вот этот вот сериал Анны Николаевны. Ну и все. В общем-то, так вот. Так вот два часа прошло, мы не заметили уже. Уже и уходить. Мы только вспомнили, что я говорю, ты ничего не хочешь сказать, а? Девчата. Ну вот она там что-то сказала. В общем, не до съема было, девочки наши. Вот. А я вот этот вот пилинг все собираюсь, собираюсь, собираюсь сделать. И все как-то, не как-то не это, не соберусь. Но вот сейчас вот с утра уже думаю, да надо сделать уже. Почистить лицо хорошенечко. Так, вот этот шаг первый наношу. Десять минут и смываю. Потом, потом скрабик, вот этот, микропилинг. Да, вот видите, у нас же уже весна там, во всю катушку на улице. И уже хочется выглядеть аккуратненько, ухоженной, ухоженной такой женщиной. Ну, я все по чуть-чуть делаю. Один день покрасила волосы, другой день там что-то еще. Нет, чтобы все в один день сделать, но у меня как-то так не получается. И вот сегодня дошла очередь до пилинга, наконец-то. Вот. Что у меня сегодня? Сегодня выходной, воскресенье. Не знаю. Сегодня что-то надо приготовить. Я там фарш поставила размораживать. Что с него приготовлю, я сейчас пока думаю еще. Пока еще не решила. Так, нанесла, время засекла. Десять минут и смываю. Сегодня еще надо соседку покрасить. Уже пора ей волосы покрасить. Она там на бровке решила записаться. Посмотрела, как у меня сделали. Ей понравилось. Говорит, и я хочу так же. Я говорю, ну давай, записывайся. Покрасим волосы, пойдешь. Она же к моему мастеру стричься пошла. Подстрели аккуратненько, хорошо. Выровняли там все. Покраситься все. То она работает, то еще что-то некогда. Надо и покрасить себя. Сегодня дождик обещали. Не знаю, там на полдня он или на целый день. Но немножко похолодает. Но сегодня немножко похолодает. Завтра похолодает сильно, но только на один день. Вроде бы. Потом опять потеплеет. Видимо, какой-то циклон. Так, все, девочки. Сейчас сижу. Потом смою. И нанесу плинг. Все, мои хорошие. Я умыла. Смыла это дело. А теперь шаг Б. Я его так вот на руку делаю. Мне так удобнее отсюда брать. Лицо мое давно уже просит. Поскрабируй меня. Что, тебе лень, что ли? Ну вот. То лень, то некогда. То забыла. Сейчас. Получу удовольствие. Лицо мое получит удовольствие. Потому что после вот этого пилинга лицо такое гладенькое становится. Я сейчас подумала, подумала, что приготовить. Я думаю, наверное, пожарю котлетки. Хочется котлеток. А на гарнир сделать винегрет можно. У меня все для винегрета есть. И будет тогда кайф. И вкусно, и полезно. Получим удовольствие. Все. Сейчас вот так вот поскрабируем. Смоем. И потом последний шаг. Бальзамчик нанести. И кайф. Вот. Сейчас вот это закончу с лицом. И поставлю варить свеклу. И картошку. А потом сяду у телевизора. И буду потихоньку резать. Мы с вами тогда еще поболтаем. Я думаю сходить что ли в фикс прайс. Еще раз. Просто уже ненадолго. Там же разгружали товар. Может быть там выгрузили то, что мне нужно. То, что я не смогла в прошлый раз купить. Ну посмотрим, как погода будет. Если дождь ливанет. Я под дождем никуда не хочу идти. В общем не знаю. Куча мыслей. Куча планов. Что я выберу. Это уже по настроению. Все. Сейчас скрабирую и умываю все. Девочки. Я уже тут на всю катушку режу винегрет. Но я слушала блогера. Даже не смотрела. А слушала. И уже успела за это время нарезать свеклу, гурачок, картошечку, лук и капуста квашеная. Осталось огурчики соленые. Кстати говоря, огурчики я вот предпочитаю дядя Ваня. Хрустящих огурчиков я что-то в последнее время не вижу в магазине. Ни в магните, ни в пятерочке. Я не знаю, почему-то перестали. Шесть соток не вижу. Вообще мне очень нравились тоже хрустящие. Но вот эти тоже очень хорошие. И когда я делала оливье, то конечно если положить туда вкусную колбасу, например, вкусные огурцы. Большую роль играет вкус итоговый. Потому что огурцы соленые, бочковые. Вот у меня мама бочковые туда ложила. Но у них не очень такой. Хотя конечно, если там свои, то другое. А вот эти такие покупные, тем более в пятерочке, которые соленые продают. Ну скажу я вам, не очень они не нравятся. А вот эти вот они хрустященькие, такой вот маринадный, засул такой хороший. Ну короче говоря, результат получается вкусный. Поэтому я их решила положить. Капусту иногда беру красную цену. Вот этот я решила взять попробовать дон засол. Капуста плашная. Но ничего так мне нравится, хороший тоже. Вот. Ну и все. А так, а картошка свекла, ну что, обыкновенная какая. Фасоль. Вот эту фасоль я брала в фикс прайсе. Я уже брала ее не первый раз. Фасоль, горошек, вполне для салата подходит. Очень даже нормально. Так что, сейчас уже заканчиваем. Сейчас огурчики, фасоль. И по-моему все, да. И масло растительное. Тоже масло вкусненькое, такое с запахом. Которое участников беру. Оно вкуснее, чем безвкусное магазинное, например. Вот. И все. Винегрет у меня будет уже сейчас готов. И фарш я посмотрю сейчас. Если он у меня уже отошел, отморозился. Я обычно с вечера с морозилки его переношу в нижнее отделение. Чтобы оно там разморозилось постепенно. И все. Ой, какие огурчики вкусненькие. Так, все. Это я положила, это положила. Фасоль и масло осталось. Все. Вот это масло, чтобы оно не старело. Я его стала хранить в холодильнике. Раньше не хранила, но я его не так часто использую. Только для салатов. Вот такое вкусное. Ну-ка, пахучее. Ммм, как классно пахнет. Вот, все. Чуть-чуть присолила немножечко. И все. Сейчас перемешаю. И винегрет у меня готов. Буду получать удовольствие отморозить его. Стала фасоль вместо горошка. Раньше ложила горошек, фасоль не ложила. Потом врач как-то мне прописала диету от холестерина, по-моему. И там было написано, что вот из обязательных продуктов, ну, как бы желательных, это вот красная фасоль. И я что-то так стала теперь ее всегда... Потому что я ее в другом виде просто никак не ем. Только в салате. Я стала ее сюда добавлять. А вот горошек можно не обязательно. Ну, посмотрю, горошек у меня тоже есть. Кстати, тоже из фикс-прайса. Тоже нормальный. Я его уже полубовала. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, я его и не буду добавлять. Это же для себя делаю салатик. Для меня фасоль, горох, все одно. Бобовые, да и все. Вот. Так что, все. Минегрит готов. Пусть он чуть-чуть постоит, настоится. И сейчас посмотрим фарш. Что у меня с фаршем. Так, ну, приступим теперь к фаршу. Он уже почти разморозился. Еще чуть-чуть где-то. Ну, он сейчас как раз все замешает и разморозится окончательно. Так, я его перемалывала. Это свинина с говядиной. Я и перемалывала. Это уже свой фарш домашний делала. Перемалывала сразу с луком. Так что, лук там есть. Фарш пахнет очень-очень вкусно. Девочки, опять у меня клацает вытяжка. Не обращайте внимания, потому что ветер на улице поднимается. Погода начинает вроде как портиться. Сегодня пойдет дождь днем. И будет идти он сутки. Так, хлебушек я уже отмочила. Вот этот отрубной хлеб я иногда сушу и отмачиваю. И вот чеснок выдавим на прессе. И все, замешаю фарш. Чуть-чуть он еще постоит немножко, чтобы дорастаял. И буду жарить котлеты. И будет у меня сегодня на обед, девочки, вкуснятина, привкуснятина. Вот такая вот. Все. Так, все, можно это делать теперь замесить. Все, котлетки я отправила на сковороду. Как раз на одну сковороду котлеток мне. А что на улице? Ветер прям разбушевался, я смотрю. Деревья шатаются сильно. Поэтому вытяжка у меня клацает. Ну вот у нас последние дни ветра. Несмотря на то, что и тепло вроде бы. На улице сейчас уже 15 градусов. Вот такое вот ветруганище. Ну, ничего, так вроде бы тепло. О, даже где-то крыши летают. Ну вот и все. Вот такой замечательный обед у меня сегодня получился. Пойду получать удовольствие. Ну, а я на этой замечательной ноте хочу, девочки, с вами попрощаться. Видео свое закончить. Пишите комментарии. Кому понравилось видео, ставьте лайки. И всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok